В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день января с погоды. В Черкесске без существенных осадков. Ветер юго-восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью до 6 градусов мороза, а днем до 7 тепла. Ночью и утром на дорогах гололедится. Субтитры делал DimaTorzok Побывал Артур Мхце. Субтитры делал DimaTorzok Решили, что хотят участвовать в программе. Благоустройство надо делать. Детские площадки, машин много во дворе, парковочные места. Чтобы на друга не кричали. Тут народ. Благоустройство означает и внимание самих людей к этой территории. То есть надо будет беречь ее. Вот именно. Надо беречь. А детскую площадку берегли-берегли. Автостоянкой стало. Вот у меня даже мои сюда не ходят. Идут куда-то гулять. Но они сюда почему не ходят? Потому что негде. А что тут делать? С 20 июня по 20 июля мэрией города Черкеска был объявлен сбор заявок для отбора дворовых территорий, которые подлежали благоустройству 2023-2024 года. Всего было подано 162 заявки. Из них комиссия была отобрана 50 заявок. Благоустройство вообще проходит по минимальному перечню. В минимальный перечень входит ремонт проезжих частей, обустройство пешеходной зоны, установка скамеек, урн, освещение детской площадки. Специалисты городского управления ЖКХ посетили все дворы, где уже весной 2023 года начнется преображение. Показанные дизайн-проекты дают возможность жителям понять, каким видят благоустройство территории городские власти. Однако у людей есть право вносить свои коррективы. Необходимо, чтобы окончательный проект утвердило подавляющее большинство собственников. Сушка, сушка, как и было. Парковки здесь, парковки здесь, асфальт здесь и асфальт здесь. В этом дворе некоторые неудобства подрядчику могут доставить многочисленные гаражи. Те коробки, на которые у собственников не окажется разрешительной документации, будут вывезены с придомовой территории. Люди надеются, что им наконец-то создадут удобную парковочную зону и комфортные условия для досуга юных горожан. Артур Махце, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на Ногайском языке. Затем также программы Ногайской редакции. А в 14.30 Вести Карачаева-Черкесия с Аллой Дзинаевой. Всем удачной рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра.